Всем привет, подписчики! Ммм, какая прелесть, господи! Таких торт продаешься еще? Ну еще, если честно, я чувствую запах педняка. А у меня мейк никуда не уплывет-то. Ха, сейчас скажу я тебе. Я даже не хочу к этому прикасаться, если честно. Фу, это очень... Привереда. Господи, ты денег много потратила? Причудо, это у нас сегодня наш выпуск, причудо. Всем привет! Вы на канале «Все к столу». У меня сегодня в гостях снова Оля. Оля, Олечка, Алюня, это я. И мы покажем шоу сегодня. Не бойся, правда, не бойся. Я не в курсе, ребят, просто если вы думаете, что я в курсе, я не в курсе. Меня просто позвали чайку попить. Сколько ты шла вообще к тому, сколько лет, чтобы стать дегустатором? У меня не было стремления, я не было такого, чтобы я сидела сидела и думала, а стану-ка я дегустатором? Так получилось, что я пришла к Ренату, соведущей, чтобы высказывать народное мнение, да, как я, человек из народа. Всегда, когда мы выходим в кадр, меня просят редакторы, чтобы я описывала вкус. Если сладко, говорит, что сладко. Если кисло, говорит, кисло, там, почему, предположить. Ну, то есть, развернутый ответ давать. Это все-таки ТЗ для дегустатора, да? Ну, то есть, дать свою оценку, а почему так могло произойти, почему здесь что-то расслоилось, возможно, то-то, то-то. Это, да, все приходит с опыта. Но, во-первых, у меня свой есть опыт готовки, да, потому что же не всегда все идет по плану. И надо что-то косячиться, и ты уже знаешь, ага, если 20 минут сбивать сливки, мы получим масло и там сыворотку. Все понятно, я все знаю. Не просто же так мы дегустаторство, тема, да, что ты у нас классный дегустатор. Нет, ты хорошо справляешься с поеданием, да, с определением вкусно-невкусно. Я тебя хочу проверить, как ты это будешь делать. Закрытыми глазами. Закрытыми глазами, Оля. Ты сейчас будешь просто трогать руками. А ты что думаешь, я развивал этот лавок? Я верю в тебя, плюс я тебе буду помогать. Я в тебя не верю. Буду тебя вести. Будешь ржать надо мной? Нет, нет, ни в коем случае. Уже начала. Ну ты готова? Нет. Оля. Ну что, я достану? Оля, точно ты не видишь, да, ничем? А как я буду на камеру позировать? Я что должна тебе сказать? Описать, что это за десерт? Просто отгадать, что это за десерт. А-а-а, вообще, миллиард десертов на земле. Я сейчас буду угадывать их. Просто великолепно. А ты надо мной над первой так издеваешься? Или я? Да! Так, это маленькая тарелочка, наверное, сантиметров 12 диаметра. Прикольно, да? Как ощущения, Оля, расскажи вообще, что ты? Пока на медовик похоже. Так, тут два слоя. А, это эклер! Молодец! Оля, такой маленький такой. Да, можешь открыть. А могу сожрать? По запаху нормально. Угу. Угу, с помадкой, что ли? Да, с сахарной помадкой. Угу. Уж нормальный. Да? Угу. Очень сладкий. Дешманский, что ли? Ну, ну, как бы они себя позиционируют, как, типа, живой хлеб, натуральная, кондитерская, да? Не, натуральный, но очень сладко. О, ну так я его и представляла. Слушай, это было просто. Попробуй. Я так, наверное, не ешь. Крем такой плотный. Или он должен быть? Не-не-не, нормальный крем, кстати. И сама эта не сильно хреновая оболочка. Крем не очень сладкий, а помадка прям перебивает. И не должна она, кстати, липнуть не должна. Не хватает вкуса здесь. Ну, в плане того, что это просто сладко. То есть нет ни клубнички, ни ванильки, ни там чего-то. Сними вот эту сахарную помадку, и будет совсем другой эклер. Очень сладкая помадка. Нормальный эклер. Она просто, это, привереда. В проекте Cake of Fake вы проехали по всем, да, городам? С Золотого кольца России. По всем Золотого кольцам проехали? Да. Мы крутые. Осенний сезон, и решили мы его открыть в городе Суздаль. А сегодня мы во Владимире. А мы сегодня в городе невеста в Иваново. Мы в той стране. Какие были три самых запоминающихся десерта? И чем понравились они? У меня был вкусный десерт в Санкт-Петербурге. Захер. Он был в кондитерской безе. Было очень вкусно, очень нежно. Вот это я помню. Ты видишь этот сок? Ты видишь этот смак? Все натуральное, все с любовью. Все с таким кайфом сделано. Наверное, еще мне запомнился лимонная тарталетка в Брянске. В Брянске? Да. Как говорила. Мы поехали сниматься в Калугу, и потом таки едем. А почему бы нам не съездить в Брянск? Купили мне платье, там все переодели меня. В ресторане Seven. Слушай, я так говорю, как будто я готовилась. Офигеться, какая у меня память. Беренга высший класс. Макс, напомни мне что-нибудь еще вкусненькое. У меня все города запутались. Наполеон сам вкусный смоленский был. Я люблю, когда не вот этот Наполеон, который весь рассыпается. Я люблю плотноватенький, чуть ли не песочное вот это вот тесто. Вот оно прям плотное. И вот этот заварной крем во рту сначала соединяется, потом рассыпается. И вот этот ванилька, там немножко крапинки, ванильки. Это у нас было кафе, по-моему, даже. Да, даже не ресторан, не кондитерское. Какой нежный, эластичный, несладкий гармония. Так, что у нас там следующее? А у меня мейк никуда не уплывет-то. Я не кривая, не с кривыми глазами. Они и так кривые, как... Ну... Спасибо. Маска сама по себе вроде кривая. Отличный комплимент. Погоди, дай носик посмотри. В смысле носик? Мой нос? Нет. Зачем? Ты что, уролог? Улор? Чтобы глаза были между носом. Между... Так... Ну, какие у тебя ощущения? Ну, как будто здесь что-то такое... Ну, такое... Тесто... Прикольно вообще. Тесто... Я тебе говорю, ну, чем-то на медовик, что ли, похоже? Ну, ты можешь, в принципе, это руками как-то раздербанить, попробовать. А нюхать не могу? Похоже на медовик. Ну, нет, я бы пока не подключала бы органы, другие чувств. Ты какого-то плотненькая. Ой! Очень плотненькая. Ой! Ой! Ты как будто его тянешь. Ой, это Наполеон. Откуда ты знаешь? Потому что Наполеон из вот этого теста, злоеного теста. То есть когда-то, если бы это был медовик, он бы, ну, рассыпался вот этот каждый бискетик. А вот Наполеоновское вот это вот тесто, оно, получается, его нужно прям рвать. И пахнет, как Наполеон. Ну, такой. Все четенько. Ну, такой, я же сказала, такой. Ну, вот не такой. Я прямо его так и видела. Ну, какой крем тут? На маргарине, судя по всему. Или на масле. На масле. Тут абсолютно масляный вкус, да. И тем более, он, видишь, после холодильника прям встал колом, там масло. У вас в планах есть еще дальше путешествовать? Конечно, мы вообще везде поедем. Мы поедем по всей России, по всей Европе, Америке, Азии. Будем везде, как только будут деньги. Спонсорская кнопка есть у вас уже? Да, но на нее никто не нажимает. Так, агитация, нажимайте на кнопку. Мы дальше МКАДа не выйдем, пока на нее не начнут нажимать. Вчера я это читаю, что была презентация тревел-гида, винного тревел-гида. Золотое кольцо Боспорского царства. По 14, по-моему, городам юга России. Ты, наверное, даже не знаешь, что такое Боспорское? Я знаю, что такое Босфор. Боспорское царство. Это, типа, часть России, которая была античная. То есть до нашей эры еще существовала. Так что, Оля, у тебя здесь новое золотое кольцо, ты можешь по югу поездить. На юге нас очень ждут, очень ждут. Но вот это дело нам нельзя. Мы сопьемся. У меня очень у всех нежные организмы в команде. Все очень молодые мальчишки, не хочется их терять. Правильно. Лучше мы по сладенькам, это более-менее еще, знаешь, безопасно. Ну что, Оля, готова к следующему лоту? Да. Просто он целый торт? Ну, я говорю, вафельный торт? Нет. Торт Причуда? Торт Чародейка? Причуда? Это у нас сегодня наш выпуск Причуда. Господи, ты денег много потратила? Ха, сейчас скажу я тебе. Ну, короче, из пятерочки все взяла. Пятерочка выручает. Нет, это не пятерочка. Восьмерочка? Ну, не вкус, Вилл. На вкус, Вилл, ты бы не стала мне такое покупать вкусное. Собственно, наш торт. Хотела сказать, друзья, не подсказывайте. Кусочек. А я знаю название этого торта? Олюшка, ты знаешь, мне кажется, все названия торта. Не-не, ну вот серьезно. Это знаешь, да. Серьезно, да. То есть это не какой-то фантазийный, кто-то там придумал. Нет, не авторский, не авторский. Чародейка. Мы, конечно, еще те мучители, но не настолько. Вот она тарелочка. Можешь поставить ее, в принципе, как тебе удобно. Она больше стала. Тарелка стала больше. Чистенькая, не переживает, нет подставы никакой. Вот кусочек твой. Птичка что ли? Нет, подожди. Нет. Сверху, да? Что вот это? Это треугольный. Ну, кусочек торта, да. Что вот это сверху, как ты думаешь? Это масляный крем. Видишь, его можно вот так потереть? Это ленинградский, что ли? Нет. Это тоже масляный. Ты что, серьезно, масло мне свое, скажем? Ну, подумай, да, вот масляный крем. Ну, это киевский, это киевский. Ну, как ты так быстро? Ну, потому что вот безе, вот безе, вот масло. Вот безе, вот масло, все. Вот давно киевский не ела. Состав я проверила натуральный, Оля. Я теперь тоже так захотела откусить мастер-класс по поеданию. Фундук, что ли тут? Да, на фундучные коржи. Никакого маргарина. Какая прелесть, господи. Такие торты продаются еще. Ну, это, конечно, жирная жипа. Жирный жипа. Надо есть только бизейную часть. Мой совет. Да, лучше вот орешки отсюда. Без масляного крема. Ну, вкусно. Оля, вот смотри. Ты очень мастерски умеешь определить, что в составе есть растительные сливки. Ага. Как ты этого мастерства достигла? Очень много ела. Очень много ела растительных сливок. Все шесть сезонов кто-нибудь доприносит торт с растительными сливками. Плюс до этого я еще их пробовала. Ну, я ощущаю ее как пленочку. Его такой неприятный, такой привкус. Первый мой раз. А может, не первый. Ну, один из первых разов. Я попробовала. Мне их предложили. Вот сейчас пост. Сейчас нельзя ничего молочного есть. Вот попробую это растительные сливки. И они сначала вроде сладкое, классно, вкусно. А потом, когда глотаешь, вот этот горечь у меня образовалась в горле. И тогда я поняла, ага, это не то, что я хочу видеть в десертах. Кстати, а горечь, это может быть сахарозаменитель быть? Я в химии не разбираюсь. Не знаю. Вот, скажи, что ли. Алло, алло. Передай привет подписчикам. А, я думала, мы звук проверяем. Оля же не видит ничего. Всем привет, подписчики. А какие мы подписчики? Куда, в какую камеру смотреть? Олюшка, так, вот. Тебе в ручки дать? Не-не-нет, положи мне на тарелочку. Все, вот прям перед тобой. У меня, видишь, у меня особая техника. Ну, там не тарелочка, там такая штучка. Ну, не важно, как тарелочка. Ага, это порционное у нас пирожное. Это тарталетка. Очень влажная такая прям. Странно, да? Что она влажная. И тарталетка. Это такое провисает. Это меренга, что ли, провисает? Ой, ой. Хрустит так сверху, правда. Ну, просто как будто это меренга, знаешь. Вот тут вот прям хруст. Вот тут вот. Ну, короче, это тарталетка. Это дорогая, да, походу, у нее какая-то? Возможно, что это лимонная. Ну, я могу ошибаться. Подожди, сейчас еще подумают. Это что-то влажненькое. Вот тут вот. Пальчиком тыкает, так тыкает. Какого цвета палец? Какого цвета палец? Белый! То есть это не лимонная, что ли, тарталетка? Ой, аккуратно, там еще жучки ползают. Никаких твой жучков нет. Значит, круглая. А почему она такая неоднородная? Ну, то есть вот тут что-то хрустит. Тут как будто... Что ты ржешь? Просто это выглядит очень интересно со стороны. Ну, это тарталетка, правильно? Да, ну ты ее так... Да. Ну, я не могу. Это цвет не ягод, ничего. Ну, тарталетка, да, ты правильно сказал. Тарталетка лимонная? Да, лимонная! А чего ты молчишь? Я уже три раза всталкиваю. Я хотела только подальше поиздеваться. Смотри на свои руки. Это я вот сюда пекала? Я все думала, может, ты ее разломаешь, но ты и так отгадалась. Ну, правда, посмотри, какое песочное тесто. Халимое. Оно разве должно быть вот таким в тарталетке? Прямо влажным. Ну, нет, конечно. Оно вот так... Оно должно ломаться от таких прикосновений. А тут вот оно пляшет, пожалуйста. Вообще. То есть, ее, по идее, можно было бы вот так вот, да, разломать на две части. Ой. Гадость? Нет, не гадость, но... Нет, не гадость. Как бы, если это не самый дорогой сегмент, ну, такое... Не самый дорогой. То вполне пойдет с чаем. И срок годности просто офигенный. 72 часа. Это очень круто для десерта. Это значит, что он прям натуральный-натуральный. Меренга такая. Меренга приличная. Ну, конечно, хочется мне... Я уже привыкла к таким десертным, знаешь, ресторанным. Но вот как, думаешь, с чаем попить, очень круто. Вполне, вполне. Супер, да. И прям чувствуется натуральный, лимонный. Не этот цитрус ароматизатора. Ты в магазине в сетевом купила? Он не сетевой. Это, да, Гранд Хлеб. Они просто в моем доме находятся. Мне спуститься вниз. Советую. Прям советую. Вообще классно. Мои ощущения, что Олечка большая молодец, так как закупила мне все натуральное и вкусное. Не старалась. Не хочет меня отравить, как в прошлый раз. Оля, мы же решили не поднимать больше эту тему. Мы не поднимаем больше эту тему. Не вспоминай дегустацию. Тортик. 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 Помогите. Ммм, мне нравится. Бисквит шикарный, ты считаешь, да? Ммм, мне нравится. Нет, мы это не хотим кушать. Я ем. Ваше здоровье. О, Господи. Вы чуть-чуть откуси все. А как мне, если мне нужно все попробовать? Растительные сливки пошли. Как мне даже... Офигеть. Я пошла плевать. Серьезно? Мне кажется, у нас закрыть. Ужас. Что мы делаем? Нашумевшее наше видео. Резонансное, я бы даже сказала. Вау. А знаешь, сколько мне потом писали даже в личку, там, мои, что, Оль, а попробуйте еще вот у этих, а еще вот этих вот разнесите. А лечение печени моей, кто мне будет оплачивать? Господи, а что там порционного? Ты же столько денег потратила. Оля, скиньтесь, пожалуйста. Вот в прошлый раз, наверное, никто ей ничего не скинул. Никто ничего не скинул. Хотя бы в этот раз скиньте ей денежку. На самом деле, Оль, отдать должное, действительно, очень демократичное кондитерское. Я за все отдала 1600 рублей. Подожди, а ты в одной взяла все? Да, все одно кондитерское. А, 1600 рублей. Вот это тоже? Ты представляешь? Вот это дело. Торт стоит вот этот, 900 киевский торт. 900 рублей всего? Ты представляешь, с таким составом. Сейчас ты им рекламу сделаешь. Они мне будут и слабо обслуживать. Гранд хлеб. Гранд хлеб. Так, пожалуйста, сделайте девушке стопроцентную скидку на уже совершившийся заказ. Верните ей деньги, короче. Олежка, тебе сейчас тяжело говорить, когда ты не видишь? Нет. Это тяжело на камеру говорить? Вообще, нет. Ну, это легкотня вообще. Еще легче, чем было? Ну, вообще, да. Пирожное-картошка, что ли? Что такое сухой? Сухарь. Ой, такой ноздрятый еще. Как ты с ними, знаешь, как будто массажик делаешь, прям проминаешь что-то маленького, хомячка какого-то. Пузико поглаживаешь. А почему здесь такой орнамент странный? Молодец. Видишь, как ты этот орнамент. Это из Тархази, что ли? Нет. А почему тут клеточный орнамент? Подожди. Неужели ты поверху можешь определить торт? Ну, чисто даже. Просто орнамент такой, как будто клеточный. Вот тут бока. Мастер. Бока крошкой какой-то украшены. Ну, да. А что он такой легкий? А вот думай, думай, думай. Это так и должно быть, да, в принципе. Медовик. Нет. Давай, давай. Молодец. Вот пошел разнос тортика. Расчевененка пошла. Слабонервным не смотреть. А, это Прага. Молодец. Это Прага. Как-то так быстро. Я не знаю. По орнаменту. Что вот было сейчас ключевым для тебя? Почему ты сказала Прага? Вообще на Прагу, которую я привыкла есть, не похоже. Но я здесь почувствовала снова масло. Молодец. И бисквит. И сухарь. Прага все равно, она не сочный торт. Давай будем сочный. Нет, конечно, не сочный. Но еще, если честно, я чувствую запах коньяка. Что, серьезно? Они там натуральный коньяк? Ой, Боба. Ну, какой натуральный, что ли? Вот так. Блин, как вкусно. Ой. Так выглядит стремно. Я тебе говорю, ноздрятый. Ты посмотри, сколько тут разрыхлителя. Может, классическая Прага делается из классического бисквита, да? Если ты, Оля, знаешь. Ой, ты посмотри, даже помидло есть, как должно быть. Где? Где? Ой, вот это же повидло. Я не знаю, что это. А, нет. Это похоже на поверхность луны. Поверхность лунной кратеры. Угу. Угу. Ум. Шоколад. Да. Хотя должна быть помадка сахарная. Шоколад дороже. Все нормально. Офигеть. Я почему подумала, что в Эстерхазе, вот когда вот эти вот… Да. Узор. Узор как будто был как в Эстерхазе. Представляешь? Последний торт. Так тарелочку я поставила. А что такая смешная? Я? Что это такое тяжелое? Тяжелое, подумай. Плотное что-то, наверное. Плотность большая. Кусок мяса, что ли? Это куриная грудка, что ли? Куриная грудка? Ну, нет. Это… Птичка, что ли? Почему она такая? Не куриная грудка. Ты думаешь, что это что-то такое? Ну, это какое-то мясо. Ой. Попробуй засунь. Может, руку поставишься. Может, тебя кто-нибудь укусит там? Я буду сейчас хилером. Сейчас я вытащу все. Ну-ка, ты только тяжелее, блин, какой-то. Ну, как усопился. Да, да. Фу, я представляю, какой-то жир свиной. Холодец, что ли? Есть! Я говорю, сразу свинину как будто представляю. Ты что, так трясется у тебя в руках? Ты этого не видишь, а мы это видим. Я это чувствую. Ты не представляешь, что я чувствую. Закрой глаза и сделай вот так вот. Дай попробую. Я даже не хочу к этому прикасаться, если честно. Фу, это очень… с закрытыми глазами это прям… Это прям как будто ты просто голый жир держишь. Я честно переживала, что ты запах тушенки этой почувствуешь? Нет, я раньше… Я раньше охнела. Запах… Сейчас чувствую запах. Холодец! Вообще, скажи. Почему такой запах нехороший? Может, мы давно холодца не ели? Нет, я вообще не такой. Да ты, наверное, животных. Никогда не ела в жизни. Макс, ты любишь холодец? Понюхаю. Он нормальный? Нам нужен хрен, да, к нему? Или что там, с чем там его? Да. Ну, должен быть нормальный вчера. Да, я его… О, сама не готовила. Ой, да. Робот, что там по составу? Не смотрите меня. Что там по составу? Кто бы знал. Ну, желатин… Или что там? Без желатина же делают холодец. Из чьих животных мясо, говорю. Откуда я же знаю? Как их там засовывают. Привкус мне тут не нравится какой-то. Мы все, не будем это. Даже нашим ребятам не будем предлагать. Нет, привкус есть такой прям… А вы любите холодец? Он вкусный бывает, но здесь какой-то он… Хочу тебе отомстить. Да? Я что-нибудь придумаю. Кстати, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вдруг придумаете какой-нибудь изощренный способ, как я могу отомстить, можете написать мне в личку в инсту. Даже так. Это вот после всего, что мы поговорили про хейт, буулинг, травлю, да? Все нормально, мы что-нибудь придумаем. Ты знаешь, что мне сейчас ты напомнила? Слепые прослушивания есть, знаешь, голос, да? У нас тут слепое тоже это определение. Слепая дегустация. Да. Как твои ощущения? Слепая дегустация. Слушай, я не знала, что я настолько профессиональна. Вот теперь, знай, была бы у меня медаль, я бы тебе сейчас что-нибудь вручила бы. Почетный дегустатор России. Класс. Оль, ну ты молодец, реально. И даже подставу нашу эту… Раскусила, в общем, два счета. Это, конечно, моя такая мерзкая, эта грудка. Прямо практически сразу была близка, что это что-то мясное. Ребят, я надеюсь, вам понравилось. По-моему, было очень круто. Обязательно лайкайте, комментируйте и делитесь с друзьями. Обязательно. Просто переходите ко мне на канал. Смотрите, да, Оли на видео. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Стопма то. Спасибо.